Убрала постель, надо застилать пледом, а тут вот, ну в смысле покрывалом, а тут царь лежит. Как же, как же, как же убирать, да, царь? Ой, хорош! Лайк за котика, да? Лайк за котика. Тут вон портрет. Все, с лес можно застилать, да? Ну, естественно, так как надо застилать, Тобиас сел на кровать, чтобы, опять же, ее не застелить. Ну, нельзя было застелить. Да, Тобиас? Ты же хитрый парень-то, непростой такой мужчина. Непростой, так что будем ждать. Я сейчас не удивлюсь, если он перелезет вот сюда и будет здесь лежать. Так он тоже делает. Вот так вот. Тобиас. Тобиас, Тобиас. Хитрец какой. Ой, прости. Прости, прости. Я только проснулась. Ну что же, уже ушел. Вот, ну пришлось свет исключить, потому что без света вы меня вообще не увидели. Я, наверное, лохматая. Ну и говорю, вот проснулась, там не расчесывается, ничего. Вообще, кстати, обычно я встаю и не бываю такой лохматой, как сейчас. То есть волосы совсем растрёпаны. Ну, редко такое бывает. И, как правило, это значит, что мой сон был довольно-таки беспокойный. Я крутилась. Это, да, сегодня такое было. Поэтому сегодня у меня такой видок. Сейчас сон, короче, приснился. Ой, я не могу. Зашла я, в общем, в один магазин. Вроде как по жизни мне этот магазин знаком, но при этом там он позиционировался, как какая-то столовая. Вот, при чём-то, да, то есть, как будто где-то там я состояла, и эта столовая к этому была прикреплена. Ну, вроде как такое. В общем, сон – это абстракция всегда. И, в общем, подхожу я к вот этому, ну, там, знаете, такое стекло, да, и внизу лежат, ну, часто, да, там мясо продают, ещё что-то. Ну, булочки обычно так не продают, там была именно почему-то сдоба. Ну и вот, я там вижу, значит, булочку. Вот, кстати, обычная булочка, такие ещё раньше там в столовке в школе продавали. Ну, сдобная булка. Вот, они сейчас продаются, абсолютно простая булочка, она, в принципе, должна быть недорогой, да, вот, и она недорогая. Но при этом она была так украшена, интересно, сбоку, с одного края были такие розочки налеплены, с такого интересного крема какого-то нестандартного. По-моему, она была немножко полита шоколадом, или что-то такое было ещё дополнительно. Ну, и там, короче, стоял ценник, написано красным, цена дня 20 рублей. Хотя, ну, наверное, просто из-за того, что эта булочка такая навороченная, она была, может, дороже, короче, цена дня 20 рублей. Я говорю, давайте вот эту булочку хочу я. Вот, и мне, короче, женщина, там сбоку, такая же булка, не такая же, может, и другая какая-то, ну, уже такая старая, чёрстая. Она отрезает от неё вот такой вот кусочек, только вот такой вот, ну, вот так, да, и такая мне даёт, нате. Я говорю, вы чё, ку-ку? Зачем мне, может, кусок этой, этой самой сухой булки? Вы чё мне даёте? Дайте мне вот это целое за 20. Она такая, ой, чё-то мы тут напутали, ля-ля-ля-ля-ля, чё-то, катавасия. Всё, она там начала переставлять, там всё, короче, зажидели булку. Мы не заметили, это неправильно. Такой бред. В итоге они там чё-то делали-делали, я подхожу снова, а там уже другая стоит, и это всё там поменяло вообще. Я подхожу, говорю, я хотела у вас купить товар, вот этот, где она такая, ой, да, они там чё-то напутали. Я говорю, нет, даже она как-то так сказала, типа, что это я что-то не поняла. Я говорю, ну, знаете, я же покупаю по тем ценам, которые вижу у вас, я же не сама что-то придумаю, беру и сказала, ну, так вы знаете. Потом я стою, короче, с подругой, обсуждаю, причём школьной подругой, что характерно. Ну, и вот, стою, обсуждаю. Ну, если они даже ошиблись, не должны продать по той цене, которую поставили изначально. Таков закон. Вот, всё. Ну, такое, знаете. Ой, котик ко мне ломится. И ещё ночью случилось переключение. Да, вообще. Вот это мой браслет, фитнес-браслет. Вот, чем этот браслет отличается от стандартных? Он с двух сторон просто крепится. Вот здесь и вот здесь, да. Соответственно, у меня, ну, как мне муж купил несколько таких браслетов, там, на Алике, по-моему, он заказал. Вот такого плана. И они, да, был розовый у меня, мне он нравился, но он сломался. Вот. Потом вот этот синий я использовала. Он, с одной стороны, тоже сломался. Вот как раз это. И я поставила оригинальный сюда, он чёрный. Поставила сюда оригинальный. А с другой стороны, так и оставила синий. В общем-то, разница-то невелика по цвету и не сильно заметна, да. Ну, по крайней мере, ну, может быть, на камеру чуть... Ну, короче, даже сейчас, в принципе, особенно когда с двух сторон, с разных они рядом, то это не сильно было заметно. Можно сказать, что вообще не заметно. Никто бы и не заметил. Вот. Стук прям кардинально присматривается. Ну, кому это надо? И, в общем, конечно, в итоге сегодня и этот. Но этот прослужил долго. Но ночью всё-таки он тоже сломался, к сожалению. Теперь здесь вот такая культя браслета. Надо менять, в общем, стать оригинальной тоже с той стороны. И вот чем вот эти отличаются браслеты? Оригинальный он мягонький. Он такой, видите, очень такой. Ну, он резиновый. Он резиновый. А здесь не совсем резина. То есть он немножко, может, пластика тут. Что-то такое. Перемешанная резина с пластиком. Не знаю. А может, и есть вообще пластик. Только такой более гибкий. Поэтому он, конечно же... Ну, твой бяс. Ну, подожди, пожалуйста. Поэтому, конечно же, он не та самая. Рано или полнот должен был переломиться. Но, я говорю, если розовый, а классный, он был очень быстро испортился, то этот служил долго. Ну, с одной стороны, кстати. А с другой стороны он отвалился. Наверное, розовый пришлось просто полностью менять. Отвалился тоже с одной стороны. Вот так вот, ребята, просыпаюсь, проснулась, не почувствовала. Не сейчас проснулась, а ночью только чувствую, что у меня браслет светел. Хорошо, чтобы он почувствовал, спала бы на нем. Ну, а халат себе уже положила, чтобы его надеть. Потому что дома холодно. Ну, заходи, заходи. Да. Ты ступит. О, бабушка. Мяу. Что такое? Что такое? Просто ма. Мои тапочки, кстати, неудобные очень. Сейчас их ношу. Здесь он от Фаберлик. Ой, табушка, зайчик. Ты мой хороший. Ну, конечно, они странно смотрятся. Но мне нравится удобством. Ну что, куда ты запрыгиваешь? А, куда запрыгиваешь? Подтянуть простынку. Снизу вот это вот белье, он такой скользкое, что норовит куда-нибудь уехать. Еще, короче, я тут... Значит, что я хотела вам как раз показать. Решила я тут от нескольких вещей, прям, знаете, перед Новым Годом, как говорится, заранее как бы выкинуть что-то лишнее я хочу. Я вот выкину такую прихватку. У меня появились две прихватки. А, да, да. Появилось две прихватки же новых от Фаберлик. Есть еще другие прихватки, да. Вот, это уже все. Она такая старая, потисканная. Думаю, нафиг ее на выбросы. Это еще хуже. Это вообще даже не я покупала. И вот это не я покупала. Это старая. И она тоже уже... Фу. Мне не нравится, как все выглядит уже. Ну, она симпатичная, в самом деле, но она вот замызганная какая-то. Фу. Ну, понятно, что это все стиралось, но это уже не отстирается. И решила, короче, вот такую вот я выкинуть кофту. Недавно фотографию в ней свою видела. Сама, причем, я ее сделала вся на работе. Вот, я ее носила. Ну, вроде так ничего. Но рукава не всегда были длинноватые. Ну, сейчас они вообще, знаете, я ее постирала. Они еще какие-то длинные, предлинные, как у Орлики. Но, блин, нафига она мне нужна. Она как-то тоже потеряла свой внешний вид. И вот здесь вот пятно, оно вообще не отстирывается. Вот сколько раз я... И, кстати, такое пятно не одно. Не знаю, чай. Похоже на чай, а по факту, то, что такое чай, вроде может отстирываться. Ну, не знаю. Плевать. Ну, так она симпатичная, в целом, кофта. Но она уже все. Когда, я считаю, она потеряла свой внешний вид. Ну, такая она. И эти длинные рукава, нафига они мне нужны? Ну, здесь такой ворот, знаете, интересный очень. Сейчас я вам покажу. Почему она мне когда-то понравилась? Такая нарядная какая-то, интересная. Необычная, во всяком случае. Вот такой вот ворот. Убрать нигде. Здесь пуговица. Ну, так интересненько выглядит. Ну, ладно. В общем, короче, я ее собираюсь вынести. Просто жду, знаете, более подходящий момент. Вот здесь тоже какое-то пятно такого плана. Жду подходящий момент, чтобы погода была более-менее приличная. Но я сложу все равно это все в пакет. Я еще что-нибудь, наверное, выберу на вынос. Все это в пакет пойдет. Вот так вот. Слушайте, нет, мне так не нравится. По-другому сейчас сложу. И в общем пойдет пакет вот это. Еще что-нибудь, возможно. Я еще подумаю. Посмотрю, точнее, поищу. Продолжение следует...